Этот турнир проводится уже 13 лет подряд. Организаторы изначально хотели с помощью соревнований собрать всех подающих надежды молодых футболистов. Впоследствии они должны составить костяк сборной края. Сегодня у анапских спортсменов прекрасные перспективы войти в кадровый резерв. В наследие чемпионата мира у нас построены две прекрасные спортивные площадки, два футбольных поля. И я думаю, что следующая у нас игра Кубка Губернатора состоится в следующем году уже на этих полях. В играх принимают участие 10 команд – школьники 5-6 классов. Состязания проходят на стадионе поселка Виноградный Олимп. Турнир проходит четыре этапа. Первое – соревнования внутригородских и сельских поселений. Второй этап – районный, где соревнуются лучшие команды поселений. На третьем этапе в семи зональных турнирах встречаются сильнейшие команды городов и районов. Победители и призеры зональных турниров выходят в финал. У Анапы есть все шансы стать победителями. В скором будущем для маленьких футболистов откроется специальная школа. У нас в этом году, кроме того, что два футбольных поля прибавятся, это очень большое подспорье, открывается на следующий год. Уже в этом году принято решение администрации Краснодарского края открыть спортивный интернат футбольный у нас в поселке Виноградном. И второе замечательное событие уже для Олимпа – то, что мы проводим вот эти мероприятия. Законодательное собрание края оценило вклад Олимпа. И дарит нам, подарила микроавтобус для того, чтобы мы могли возить детей на соревнования и на тренировки. Количество участников турнира растет с каждым годом. В прошлом году соревнования по футболу собрали более 280 тысяч детей. В этом году организаторы рассчитывают побить рекорд. Руслан Душевский, Анапа. Регион.